Сказка о сыне Падишаха Было не было, а когда-то был один Падишах и в нем было три сына У Падишаха в его собственном саду была яблоня В год она приносила только три яблока Но ни одного из этих яблок так и не удалось отведать Падишаху Он и говорит своим сыновьям Мои дорогие, до сих пор не отведал я этих яблок Кто же их срывает? Вот вы вот стали дюжами, молодцами А не пойдете посмотреть? Старший сын Падишаха говорит Батюшка Шах, я пойду по караулю Уж как бы там ни было, а сорву и принесу А Падишах говорит, очень хорошо и дает разрешение Шах за Д берет стрелы и лук и идет В ту ночь он прячется в сторонке И вот едва наступила полночь, как сразу налетает ветер Ураган такой, что свету не видно Молодец лишь только это увидел Подбирает свои туфли, бежит, приходит к отцу И рассказывает все, что случилось Все это слышит средний сын Он тоже просит отпустить его И вот тоже берет лук и стрелы Идет и весь тот день караулит там С наступлением ночи снова налетает ветер Прямо буря Молодец убегает и идет к отцу На этот раз младший сын просит отпустить его И на следующий день уходит Когда наступает ночь, он прячется в сторонке Как бы то ни было, в полночь налетает ветер Ураган еще сильнее прежнего Хотя молодцу и было страшно, он не убегает И вот вслед за этим появляется двуглавый дракон Едва только он захотел сорвать яблоки Молодец выпускает стрелу и поражает одну голову дракона Дракон сейчас же поворачивает назад Тогда молодец срывает то яблоко, приносит своему отцу и рассказывает все, что случилось А старшим братьям говорит Пойдемте по следам дракона Отрубим ему и другую голову Все трое снимаются с места И идут по следам дракона Вот подходят они к колодцу Старший говорит Вы меня обвяжите Я спущусь в колодец Они связывают вместе свои кушаки И делают из них веревку Потом обвязывают брата вокруг пояса И начинают спускать в колодец И вот он, лишь только дошел ровно до половины колодца Начинает кричать Ой-ой, горю! И братья вытаскивают его обратно Затем спускают среднего брата Тот тоже едва доходит до половины колодца Как начинает кричать Ой-ой, горю! И его вытаскивают На этот раз младший шахзаде Говорит Теперь обвяжите меня Но когда я буду кричать горю Вы не обращайте внимания И они, обвязав его, начинают спускать вниз Хоть он и кричит горю Они не слушают и спускают дальше Наконец он достигает дна колодца Отвязывает веревку от пояса И входит в одну дверь Видит лежит дракон А молодец тотчас же вынимает меч И одним ударом отсекает дракону голову Лишь только дракон и сдох Молодец стал обходить все кругом Ему попадается дверь Он открывает, глядь Сидят три девицы, одна другие красивее Как только девушки увидали шахзаде Они говорят Помилуй, молодец Ты как сюда пришел? Здесь дракон, если он тебя увидит Так вот и проглотит, как один кусок А молодец и говорит Ах, хоть вы меня и пугаете Да я-то с ним уж покончил Когда он это сказал, девушек охватила большая радость Молодец Молодец Видит перед одной девушкой золотую прялку Сама придет У другой золотые пяльцы Сами собой вышивает А у третьей золотая наседка с золотыми цыплятами Клюют жемчуг на золотом подносе Он и говорит им Девушки Не хотите ли, чтобы я вас поднял на лицо земли? А те говорят Ах, неужели же нет? Тогда Шарзаде взял все, что было перед ними И положил в сумку А потом их самих подвел к краю колодца Он обвязывает старшую девушку веревкой и кричит Старший брат, тяни, это твоя доля А те там наверху тащат веревку Потом он обвязывает среднюю девушку и кричит Второй брат, это тебе Ее тоже вытаскивают наверх Когда они в третий раз опустили веревку Младшая девушка и говорит Шарзаде, сперва ты поднимись А то, если я выйду раньше Братья твои позавидуют тебе Потому что я красивее тех девушек И бросят тебя здесь А мне будет жаль тебя Шарзаде не соглашается Ты выходи раньше А потом и я пойду Когда он так сказал Что же тут делать девушке? Она говорит Если они оставят тебя в колодце То вот я дам тебе с моей головы Три волоска Для тебя наступит тяжелое время Да и мы тоже, пока ты не выберешься на лицо земли Не выйдем замуж Они потащат тебя наверх И она им очень нравится Немного спустя он приходит в себя, оглядывается по сторонам, видит дом, идет прямо туда и стучит в дверь. Выходит какая-то старая женщина. А он и говорит, матушка, прими меня гостем на сегодняшнюю ночь. Старуха спрашивает, дитя мое, да здесь не проходит ни Перри, ни Джин, ни человеческий сын, ты откуда? А молодец только и знает, что моляет. Смилуйся, матушка, буду тебе сыном. Говорит, он обнимает старуху, и женщина не может устоять перед его мольбой и впускает его к себе. С вечера он заснул, а в полночь ему захотелось спить. Неужели нет ни капли воды? А там как раз воды и не нашлось. Старая бабка говорит, сынок, в нашей стране никогда нет воды. Мы из года в год покупаем воду, потому что здесь появился один дракон и захватил воду. Каждый год мы отдаем ему одну девушку, и пока он не ест эту девушку, он отпускает воду. И вот мы тогда набираем ее, что есть силы, и бережем ее на все время. А сейчас вода у нас кончилась. Вот завтра Новый год, нынче ночью обрежают дочь Падишаха, а утром отдадут ее дракону. Шахзаде хоть и страдал от жажды, но ничего не сказал. Когда наступило утро, он идет туда, где находится дракон, и прячется в укромном месте. И вот в то утро все берут медные котелки и прочую посуду и собираются там. Приводят дочь Падишаха и оставляют у самой норы дракона. Изнутри вылезает семиглоловый дракон, и вот когда он приготовился схватить девушку, Шахзаде тут же вытаскивает меч и одним ударом отсекает дракону все семь голов. Лишь только девушка это увидела, она опускает свою руку в кровь и делает ею знак на спине у Шахзаде. Внизу все принялись набирать кровавую воду. Вдруг гулять начинает течь чистая вода. Они скорее бегут наверх, смотрят дракон и сдох, а девушки хоть бы что. Они сейчас же берут девушку и ведут ее к Падишаху. Как только Падишах увидел дочь живой и здоровой, в его охватилась сильная радость. «Дочь моя, кто тебя спас?» – спрашивает он. А девушка говорит. «Стой-ка, вели завтра телялям кричать, чтобы все собрались, я тогда того человека и распознаю». И Падишах велел телялям кричать. Все собрались, старые и молодые, все туда пришли. А девушка и говорит. «На кого я укажу, того берите и ведите сюда». Затем все по одному проходят перед девушкой. И вот когда проходил Шахзаде, девушка узнает его. Люди сейчас же его хватают и ведут во дворец. А Падишах спрашивает. «Сынок, это ты спас мою дочь?» Молодец отказывается. «Нет, не я». А девушка говорит. «Нет, ты, я положила на тебя знак». И вот на его спине находит этот знак. Падишах говорит. «Сынок, я вручу тебя с тобой мою дочь. Ты согласен?» «Нет, Падишах, я пришел к чужой страны и хочу снова попасть к себе на родину». «Ну, раз так, проси у меня, чего хочешь». А Шахзаде говорит. «Чего мне хотеть?» «Выведи меня на лицо земли». Падишах говорит. «Очень хорошо, дитя мое, но у меня для этого не хватит сил. Если у тебя есть какое-нибудь другое желание, я исполню». А Шахзаде говорит. «Другого желания у меня нет». И уходит. Бродит он, бродит, а вот за городом ложится под тенью одного дерева. А на том дереве птица, сумуранка, свела гнездо, вывела птенцов и повалил сюда ходить дракон. Каждый год приходит и пожирает птенцов. Пока Шахзаде лежал, глядь, пришел дракон и хочет схватить птенца. Молодец тут же вытаскивает меч и одним ударом рассекает дракона пополам. Потом он снова ложится и погружается в сон. Вслед за этим прилетает самуранка. Увидала молодца и говорит «Ах, злодей! Так это ты каждый год пожираешь моих птенчиков?» Она бросается на него, чтобы убить, а птенцы говорят «Что ты, смотри, не делай ему вреда! Он нас от дракона спас!» Когда самуранка увидала труп дракона, она подлетела и распростерла над молодцем крылья, чтобы над ним была тень. Немного погодя, молодец просыпается. Глядь, он лежит в тени. Пока он раздумывал «Это что же такое?» Птица заговорила по-человечьим. «Сын человека, ты спас моих птенцов! Проси у меня чего хочешь!» А тот сказал «Я хочу, чтобы ты вынесла меня на лицо земли!» Птица говорит «Очень хорошо! Только я теперь очень ослабела! Если ты достанешь мне 40 баранов и 40 бурдюков воды, то тогда повесишь баранов с одной стороны, а бурдюки с другой, а сам сядешь на меня!» Когда я скажу «Гак!» готовит барана, скажу «Гык!» – бурдюк с водой. «Так вот, я тебя и вынесу на свет!» Шерзаде говорит «Прекрасно!» Он говорит «Падишаху!» «О, Падишах! Прошу у тебя 40 баранов и 40 бурдюков с водой!» А Падишах говорит «Очень хорошо! Приготовлю все, что просит молодец!» И отправляет это на повозках. А тот приводит все к самуранке. Потом они все это нагружают на крылья птицы, а он садится на нее. Птица полетела, и вот когда она скажет «Гак!» он дает барана. Когда она скажет «Гык!» – бурдюк воды. Так они летят, и вот до лица земли уже немного остается только один баран. Птица снова говорит «Гак!» Но тогда парень подает барана, тот как-то выпадает у него из рук. А так как другого нет, он скорее отрезает кусок бедра и сует в рот птицы. А птица узнает, что она взяла человечье мясо и прячет его под язык. Немного времени спустя она выбирается на лицо земли, спускает молодца с себя, и он потихоньку сходит на землю. Птица говорит «Ну-ка, пройдись!» А Шахзаде отвечает «Ты ступай, у меня сильная слабость, я потом встану». А птица заставляет его встать. Он встает, но держаться на ногах не может. Тот же птица вынимает из-под языка кусок бедра, прикладывает его к нужному месту, слегка плюет на него, и оно становится еще здоровее, чем прежде. Молодец начинает ходить. «Прощай, в добрый час!» говорит самуранка, и улетает. А молодец, попав на дорогу, уйдет потихоньку, приходит в свой город, покупает в лавке мясника требуху, напяливает ее себе на голову, и принимает облик плешака. Потом он идет к старшине ювелиров. «Смилуйся, мастер, не возьмешь ли ты меня в ученики?» Ювелир смотрит, плешак. «Ступай себе, плешивый парень, что я с тобой буду делать?» говорит он и гонит его. Ахшанзаде умоляет, «Я буду всякую службу исполнять, дай мне кусок хлеба». Тогда мастер соглашается, «Ну ладно, иди». «Пусть он там остается». А в этой стороне братья Ахшанзаде, вытащив девушек из колодца, привели их во дворец. Хотя и спрашивают их, где остался ваш брат, они ответили, «Он пропал в пути, мы не знаем, куда он девался». Падишах изрядно рассердился, но что делать, потом умолк. И вот после этого проходит несколько дней. Сыновья и говорят своему отцу, «Этих девушек выдай за нас». И Падишах посылает весь девушкам. Те говорят, «Очень хорошо, Падишах, но только пока не будет младшего Ахшанзаде, мы не пойдем замуж». И они отказываются. «Мы будем ждать семь лет, если придет Ахшанзаде, прекрасно, не придет, поступай, как знаешь». И Падишах сказал, «Очень хорошо». И вот в сказках дни проходят быстро, проходят и семь лет. Падишах опять посылает весь девушкам, а старшая девушка говорит, «Пусть Падишах закажет мне золотую прялку, чтобы она с собой пряла. Если будет так, как я хочу, тогда я пойду замуж». Тогда Падишах велит позвать к себе старшину ювелиров. Падишах сразу же говорит, «Я хочу от тебя золотую прялку, чтобы сама пряла. В 40 дней она должна быть готова. Если не будет, сниму с тебя голову». Тогда ювелир пришел к себе, задумывался и стал плакать. К нему подходит Плешах, «Хозяин, ты что платишь? А тот в ответ, «Пади вон Плешивый, горю моему не пособишь, к чему ты меня спрашиваешь?» Лысый умоляет упрашивать, «Ну, прошу тебя, скажи, может, я и помогу как-нибудь?» А мастер говорит, «Вот такое-то и такое-то дело, прялку как-нибудь могу сработать, а вот как сделать, чтобы она сама пряла?» Лысый говорит, «Эх ты, из-за этого ты плачешь? Да что тут такого? Я не больше, чем за сорок дней сделаю в лучшем виде все, что от тебя требует». Едва он так сказал, мастер и говорит, «Иди, проваливай с моих глаз, не насмехайся надо мной, с меня и так горя хватит». А лысый говорит, «Хлянусь Аллахом, мастер, я тебе это сделаю, не сокрушайся». На сердце у ювелира стало полегче. «Помилуй, сынок, как ты можешь это сделать и что тебе надо для этого? Ты возьми для меня мешок орехов да бочку бузы и принеси сюда. Сорок дней не подходи к лавке, а на сорок первый приходи и забирай вещи». И мастер поднимается, покупает на рынке орехи, бузу и приносит, а сам идет в себе домой. Несколько дней спустя он встает, идет к лавке, увидит, что лысый закрыл ставни. Тогда он смотрит в щелку. Лысый в лавке перед собой поставил орехи рядом бузу, а сам с молотком в руке то поет песни, приговаривая «Трилан так-так, трилан так-так», то грызет орехи и запивает бузой. Хозяин увидал и вышел из себя. Ах, он ничего еще не сделал и закричал «Лысый, ты что делаешь?» А тот в ответ «Эй, ты полегче! Как раз когда я хотел взяться на станок, ты пришел и все дело испортил?» «Вступай, не беспокойся!» А мастер говорит «Ну, посмотрим, что за глупость отворит наш лысый и идет домой». А лысый только и знает, что ест себе орехи в свое удовольствие. Не будем затягивать. Наступает сороковой день. На утро лысый чисто-начисто убирает лавку, открывает ставни, выносит прялку и ставит перед собой. А сам берет в руки чашку кофе и рассаживается с важностью. И вот приходит мастер. «Глядь, прялка готова!» «Ну что, дитя мое, сделал? А как же? Вот, беренеси, возьми золото столько, сколько она весит». Хозяин радостно берет прялку и несет во дворец. А оттуда ее несут в харем. Лишь только девушки ее увидали, они говорят, «Ах, сестрицы! Шахзаде, который нас вывел из колодца, вышел на поверхность земли и радуется. А старшине ювелиров в падишах дает золото. тот на радостях идет в лавку и говорит лысому, «Иди-ка, я и тебе дам немного денег». А лысый говорит, «Хозяин, мне денег не надо, возьми их себе». И вот таким образом девушку обручаются старшим сыном падишаха. После праздников сорок дней и сорок ночей они остаются наедине. Несколько времени спустя хотят и среднюю сестру выдать замуж. А та говорит, «Если вы сделаете мне золотые пяльцы, чтобы сами вышивали и нитку распускали, тогда я согласна». И вот падишах снова велит позвать старшину ювелиров и говорит ему, «Если в сорок дней не будет готова, сниму с тебя голову». Ювелир, придя в лавку, задумывается. Лысый идет к нему и спрашивает, «В чем дело?» Как только мастер рассказал, тот говорит, «Не кручинься, я это легко обделаю, только надо два мешка орехов и две бочки бузы». Мастер говорит, «А не много ли будет?» «Ты начинает делать, а я сейчас принесу то, что ты требуешь». Он идет и покупает на рынке все, что надо. И вот вышли закрывает ставни и проводит время в лавке, распевая песни и грызя орехи. Короче говоря, как только наступает сороковой день, он открывает лавку, кладет пяльцы на верстак, а сам отходит в угол и садится. Приходит мастер, «Ну как лысый сделал?» спрашивает он. А лысый ему в ответ, «Сделал конечно». «Вот разве ты не видишь?» Как только мастер увидел пяльцы, он радостно берет их и несет во дворец. А там лишь только девушки увидели пяльцы, так и обрадовались. Не иначе, как шаг за дэ вышел на свет, говорят они. А вот падишах снова дает ювидиру много денег, потом выдает девушку за второго брата, и после свадьбы они остаются на едине. Теперь приходит очередь младшей девушки. Падишах велит спросить, за кого она пойдет? А та говорит, золотом блюде клевали. Если ты веришь это сделать, то потом велит телялю крикнуть клич, пусть каждый пройдет под стенами дворца, кто мне понравится, за того и пойду. Падишах опять велел позвать ювелира и рассказывает о деле, а тот идет к лысому, рассказывает ему, и вот лысый говорит, я сделаю, и закрывает лавку. В сороковой день открывает, выносит наружу на сетку, мастер приходит, видит, что готово, лысый говорит, хозяин, ну-ка бери это и неси, только смотри, ни денег, ничего другого не бери, что получил, того и хватит. А мастер говорит, очень хорошо, идет во дворец и отдает на сетку, и девушка увидев, это радуется, и вот в тот день теляль кричит, на завтрашний день идет к лысому и рассказывает, а тот ему в ответ, мне там делать нечего, не ровен час еще кто-нибудь пройдется насчет моей головы и обидит меня, некогда мне ходить по таким местам, как бы то ни было, ювелир идет туда, а лысый закрыв лавку идет в поле, под кустом он достает волоски данной девушкой, зажигает один из них, и оставляет все это, тогда лысый наряжается, садится на коня и выезжает на площадь перед дворцом, а там все собрались и проходят мимо дворца, пока лысый мчался, опустив коня во весь опор, девушка сверху увидела его, сразу узнала и тут же бросила в него золотым мечом, все кто там был закричали, а лысый скорее едет прочь, раздевается, снова и его мастер, эх лысый, если бы ты пошел, ты бы, ты видел бы, как проезжал какой-то красавец на белом коне, весь в белом, девушка бросила в него золотым мечом, а лысый говорит, вот еще новости, если бы я пошел, она бы в меня бросила, и развила бы виноградный сок на моей голове, хорошо сделал я, что не пошел, и вот на другой день опять собирается народ, а в тот день лысый идет в укромное место и зажигает второй волосок, как только появился араб, он говорит, достать мне красного коня и красное платье, араб говорит, очень хорошо, идет и все это доставляет, и вот лысый одевший в красное вскакивает на коня, когда он проезжал под дворцом, девушка опять бросает в него золотым мечом, потом лысый идет, раздевается, напяливает на голову требуху и сидит, приходит мастер, эх, лысый, пошел бы ты, да посмотрел, как бы то ни было, в третий раз снова собирается народ, лысый идет, и как только он в укромном месте зажег третий волосок, является араб, приказывая Эфинди, а тот говорит, доставь мне зеленого коня и зеленые одежды, араб скорехонько их доставляет, молодец снова садится на коня и единым духом проносится под стенами дворца, а девушка опять попадает в него золотым мечом, на этот раз кричат довольна, и сейчас же хватают молодца за руки, за полы приводят во дворец и обручают с девушкой, после празднества в 40 дней и 40 ночей они остаются наедине, на другой день Шахзаде рассказывает своему отцу по порядку все, что случилось, Падишак созывает других братьев и спрашивает, а они как только увидали младшего брата, сразу его узнают, умоляют, упрашивают простить им их вину, а он говорит, то, что вы мне сделали, я вам не сделаю, и прощает им их поступки, а отец его отказывается от престола и сажает на свое место младшего сына, до самой смерти проводят они свою жизнь в спокойствие, они достигли своих желаний, достигнуть бы и нам. Продолжение следует...